Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. Утренний экспресс на ваших экранах. Сегодня пятница, и самое время подумать о выходных, да? Конечно, Стань. Ты мне говорила, что собираешься на шашлыки, на выходные. Ну, тепло было бы здорово, наверное, правда? Да, я с тобой согласен, но есть все-таки нюансы и полезные информации, которые должны знать все, кто смотрит Утренний экспресс. Вообще все должны знать. Все подробности о противопожарном режиме сейчас узнаем у заместителя директора Уральской базы авиационной охраны лесов Дмитрия Кузенина. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро. Какие ограничения уже вступили в силу, чтобы люди знали? Ну, с 5-го числа в соответствии с постановлением правительства Сырловской области у нас действует противопожарный сезон. В рамках введенного противопожарного сезона запрещается сжигание хвороста, лесной постилки, сухой травы. Также запрещены сельскохозяйственные полы. Так, а чем отличается пожароопасный сезон от пожароопасного периода? Пожароопасный сезон и пожароопасный период – это одно и то же. Кто как его называет. То есть пожароопасный сезон – это период времени года с момента таяния снегового покрова до установления устойчивой, дождливой осенней погоды или образования снегового покрова. То есть есть в нашем понимании еще особый противопожарный режим. То есть вот это дополнительные требования пожарной безопасности, которые вводятся органам государственной власти, либо органам местного самового управления в случае ухудшения пожарной опасности на той или иной территории. Давайте будем расшифровывать, что все это значит. То есть на природе нельзя сжечь костры, даже если они оборудованы. В рамках пожароопасного сезона костры сжечь можно, но на специально отведенных территориях. То есть костровище должно быть окопано минерализованной полосой, также иметь при себе воду и не оставлять костер без присмотра. То есть и когда люди покидают лес, они должны тщательно его тушить. Ну то есть ограничения не такие строгие получаются. То есть все как обычно, то есть так и должно быть. Все верно. В рамках введенного сезона противопожарного. А вот в рамках особого противопожарного режима, что, я думаю, будет в дальнейшем, когда уже подсохнет трава, установится жаркая погода, будет введен особый противопожарный режим. Там запрещается любое разведение огня. В прошлом году многие, я думаю, страдали от запаха дыма и гари. То есть серьезная была очень ситуация. Расскажите, как идет подготовка к такому напряженному периоду в данный момент? И что чаще всего становится причиной пожаров в лесах? Ну, подготовка к пожароопасному сезону учреждения уже завершена. Вся лесопожарная техника расконсервирована, готова к выполнению работ по тушению пожаров. Личный состав укомплектован. Прошел обучение и тренировки по тактике тушения лесных и торфяных пожаров. То есть ждем, готовы к сезону. Причины лесных пожаров, это основная причина, это местное население. То есть соблюдение правил пожарной безопасности. В прошлом году у нас из 68% это было от общего количества возникших пожаров, это было местное население, вина местного населения. То есть нарушение правил пожарной безопасности. Сухая же погода и жаркая, она просто способствует распространению и возникновению пожаров. Мы знаем, что все-таки техника будет постепенно обновляться, закупаться. Так ли это и когда это произойдет и зачем, для чего? Да, техника в настоящий момент уже у нас закуплена. В рамках федеральной программы «Экология», начиная с 2019 года, мы уже приобрели порядка 304 единиц специализированной лесопожарной техники. В рамках финансирования из бюджета правительства Сурдловской области мы в прошлом году также приобрели 29 единиц. Вся техника будет, то есть парк обновляется, учреждение, вся техника будет использоваться для патрулирования лесов, для тушения лесных пожаров, а также для выполнения мероприятий по противопожарному устройству. Здорово. Давайте еще раз зрителям коротко напомним основные правила безопасности, чтобы вот в этом году не повторилась прошлогодняя ситуация. Основные правила граждане, когда посещают леса, это не сжигать сухую траву, не бросать непотушенные спички и окурки, не оставлять бытовой мусор и не сжигать его, не разводить костры в фойных молодняках, на торфяниках, а также непосредственно под кронами деревьев. И уходя, когда из леса, тщательно тушить этот костер, который был разведен, а также при обнаружении какого-то пожара, необходимо сообщать в экстренную службу по номеру 112, либо в региональную диспетчерскую службу в Свердловской области по номеру, единый номер 8 800 194 00. Все понятно, спасибо огромное. Я напомню, у нас в гостях был заместитель директора Уральской базы авиационной охраны лесов Дмитрий Кузенин. Я думаю, что все запомнили основные правила. Мы еще раз благодарим, потому что эти правила, по-моему, знакомы каждому первокласснику. И странно, что до сих пор еще из-за таких ситуаций бывают пожары. Будьте внимательны, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok